Всем привет! Я рад вас видеть на нашей очередной прогулке. Москва удивительно большой город. Он состоит из 125 районов и 21 поселения. Так что нас с вами ждет еще много интересного. Сегодня мы расширяем границы наших прогулок и отправляемся за МКАД в район Куркина, который из-за холмистой местности и невысоких домов выглядит очень уютно. Что интересного здесь можно посмотреть, по традиции узнаем у местных жителей. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы в Куркино живете? Да. Подскажите, что можно увидеть красивого, интересного? Я бы посоветовала храм белокаменный. Он стоит на холме, его видно со всех сторон, и ему больше 300 лет. Очень красивая икона, и недавно сделали реставрацию. Обязательно туда зайдите. Хорошо, спасибо за подсказку. До свидания. Извините, можно вас отвлечь? Да. Не подскажете, что интересного в округе, здесь в районе можно увидеть? Мы любим парнира, гулять на самокате кататься, машин там нет, фонтаны. С ребенком спокойно можно прогуляться? С ребенком, да, спокойно, не боюсь, не переживаю. Ни домов, ни шумно. Еще какие-нибудь интересные места? В третьем микрорайоне есть парк детский, там площадка интересная. Ну, тоже тихо, спокойно, хорошо. Понял, спасибо за подсказки, приятной прогулки вам. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы местная здесь живете? Да. Значит, наверняка знаете интересные места в районе Куркина. Посоветуйте? Я бы вам посоветовала посетить музей шоколада. Там даже есть и кафе. И очень интересный экскурсовод рассказывает про историю создания шоколада, производства его. Вот, посетите его. Хорошо. И порекомендуйте своим знакомым. Спасибо большое. Всего доброго. Здравствуйте. Добрый день. Вы местная жительница? Да, у Истоков 2003 года. О, здорово. Значит, точно знаете хорошие места для отдыха? Ну, очень мне нравится Парду Браво. Прекрасное место, где дети, взрослые, любое поколение может отдохнуть. Дубраво парк. Еще что? Долина реки Сходня, парковая зона великолепная. Бегаем, спортом занимаемся там. Здорово. Вы большие молодцы. Спасибо большое. Вам спасибо. До свидания. Итак, сегодня в выпуске. Это место – центр притяжения всех жителей Куркина. Вы можете выбрать стихию себе по вкусу. Популярные сегодня яйца с сюрпризом были изобретены в России более ста лет назад. Впереди народный парк Дубраво, который появился на месте воинской части. Была построена хозяйская трехэтажная усадьба, дом для прислуги и каменная церковь. Сложно представить, но когда-то эта река была судоходной. Об этом и говорит ее название. Я лично никогда не бывал в сирийском городе Пальмира, но уверен, что там очень интересно. Зато у нас с вами есть возможность побывать в одноименном парке в Москве и узнать побольше о древнем городе. Название Пальмира парку дали не случайно. Архитектура площадки перекликается с сирийским городом. Например, грубая каменная кладка барьеров и амфитеатр. Также в парке есть целый блок, связанный с историей Пальмиры. Это стенды с иллюстрациями. Целых 10 лет до 2019 года здесь был пустырь со строительным мусором. Сейчас же это место – центр притяжения всех жителей Куркина. Территория парка – это площадка в виде шестигранника, на которой расположены несколько разных зон. Но между ними нет ограждений, можно свободно и быстро переместиться из одной части в другую. Акцент сделан на популярных у молодежи видах спорта, специально под которые оборудованы площадки. Это стрип-гол, пано-футбол, воркаут, пинг-понг. Оказавшись в парке Пальмира, невозможно пройти мимо необычного фонтана, который состоит из двух чаш. Вверх не украшают струи воды, а в нижней, мелководной, лежат плоские камни, по которым так любят прыгать дети. Обе чаши фонтана соединяются небольшим мостиком, а вокруг деревянный настил, на котором можно позагорать и полюбоваться на воду. Из современной Пальмиры мы попадаем в четыре стихии. Так называется парк, который расположился между жилыми домами в одном из районов Куркина. Вы можете выбрать стихию себе по вкусу – огонь, вода, земля или воздух. Это четыре зоны одной большой детской площадки. Детская площадка «Воздух» оформлена как голубое небо с солнцем и облаками. Она находится выше других. Здесь есть игровой комплекс в виде замка с горками и качалками. Самая яркая площадка – огонь. Она полыхает красным и оранжевым цветами. На ней расположен веревочный городок и батут. Земля же представляет из себя огромную песочницу, в которой есть экскаватор с ковшом и песочная фабрика. А качели волнообразной формы можно найти в зоне воды, в которой также установлен скалодром. Для безопасности малышей внешние склоны нижних площадок покрыты прорезиненным покрытием. Здесь позаботились и о юных художниках. Между детскими площадками выделили специальное место для рисования мелками. Так что запасайтесь ими и вперед творить! А еще на территории парка организовали спортивные площадки. Волейбольное поле, столы для пинг-понга и шахмат. Турники, брусья, шведскую стенку, гимнастические кольца и велодорожку. Друзья, мы все любим шоколад. И у жителей Куркино есть уникальная возможность, не покидая пределов своего района, узнать о любимом с детства лакомстве все. Здесь есть свой музей шоколада. Пойдемте. Здесь рассказывают о шоколадном производстве конца 19-го, начала 20-го веков. Для посетителей открывается многолетняя история русского шоколада. В экспозиции можно увидеть кондитерские упаковки, антикварную посуду для жидкого шоколада, грамоты, рекламные постеры, сохранившиеся коробки с конфетами и царскими бисквитами, этикетки начала века, а также редкие старинные формы для изготовления шоколадных изделий. Посмотрите, вот на эти чудесные стопочки печенья. Кажется, что это кондитерские изделия. На самом деле это шкатулочки, кузнецовского фарфора, сувенирные, такие вот подарочные. Специальные щипчики хитрые, чтобы дамы не пачкали руки. Как интересно. Угощались во время представления. А тут открытки, варки. Замечательные обложки, яркие, невероятно красочные. Народы мира, народы России, птицы, рыбы, краткие аннотации. И все это для детей печаталось. В музее также представлена коллекция кулинарных книг, по рецептам из которых производился шоколад 100-150 лет назад. Сколько же здесь всего интересного. Чтобы собрать все эти экспонаты, создатели музея объездили весь мир. А меня особенно поразил тот факт, что популярные сегодня яйца с сюрпризом были изобретены в России более 100 лет назад. Тогда это были шоколадные пасхальные яйца с игрушкой внутри. А эта коробка в форме усатого рака выпущена специально для карамели «Раковая шейка». Спасибо вам за такую интересную прогулку. Мне было очень приятно и здорово. Спасибо. Спасибо вам. Впереди народный парк Дубрава, который появился на месте воинской части. Раньше здесь также был пустырь, а в 2013 году территорию обустроили. Настоящей радостью для местной детворы стал так называемый «сухой фонтан», в котором можно освежиться в жару. Здесь очень интересно прыгать между то появляющимися, то исчезающими водными струями. Еще одно любимое развлечение детворы – это кормление уток, живущих на местном водоеме. Для этого здесь построили специальные деревянные спуски к воде. Ну а если детворе надоест мокнуть в фонтане или подкармливать пернатых, то можно отправиться играть на одну из детских площадок, которых здесь несколько. В парке есть возможность заняться волейболом, мини-футболом, баскетболом, воркаутом, настольным теннисом или бегом. А можно покататься на велосипеде по велодорожке или заняться пешими прогулками по экотропе. Для собачников в парке оборудована площадка для выгула собак. Ну а сейчас, друзья, мы с вами немного окунемся в историю Куркина. Еще в 17 веке князь Иван Воротынский, троюродный брат царя Алексея Михайловича, начал активное строительство в имении Куркина. Была построена хозяйская трехэтажная усадьба, дом для прислуги и каменная церковь. До наших дней сохранилась только она. Церковь была треклавой с каменной колокольней и соединялась переходом с княжеским домом. Назвали ее в честь Владимирской иконы Божьей Матери. За свою историю храм несколько раз перестраивался. В советское время, в отличие от многих других, эта церковь продолжала работать. Причем ей удалось сохранить свое внутреннее убранство. В 1872 году в селе Куркино поселился известный московский врач Григорий Антонович Захарьин. Григорий Антонович был признанным профессионалом как среди практикующих врачей, так и среди докторов, занимающихся наукой. Среди его пациентов было много известных людей, в том числе Лев Толстой, Павел Третьяков, практикующий доктор Антон Чехов и даже император Александр Третий. Семейство Захаринов выделяло много средств на благотворительность. Так были даны деньги на ремонт церкви, строительство каменной ограды и открытие приходской школы. Захарин любил общаться с местными жителями и помогал им то едой, то деньгами. В 1898 году при участии Григория Антоновича здесь было открыто общество трезвости. После смерти доктора в память о нем родные построили в Куркине больницу, которая и сегодня носит его имя. Также вдова Григория Антоновича заказала известному архитектору Шехтелю проект семейной часовни-усыпальницы, который построили рядом с храмом. Внутри часовню украсили мозаичной иконой с изображением распятого Христа. Она была создана в Италии по эскизу известного художника Виктора Васнецова. Храм, в котором мы оказались, находится на территории долины реки Сходни, поэтому и закончим мы нашу прогулку здесь, в природном парке. Несколько миллионов лет назад территория Подмосковья была Древним морем. Сегодня рельефная местность покрыта разнообразной зеленью. Свыше 60 местных растений занесены в Красную книгу Москвы. Такая концентрация редких представителей флоры в одном месте уникальна для Московской области. А над всем этим многообразием порхает множество бабочек, среди которых встречаются очень редкие виды. В долине обитает множество животных. Около полусотни из них занесены в Красную книгу Москвы. Очень любят парк пернатые. Сходни – один из самых чистых водоемов Москвы. Не зря ее облюбовали утки и андатры. Кстати, сложно представить, но когда-то эта река была судоходной. Об этом и говорит ее название. По ней легко можно было подняться во владение Владимира Суздальского княжества. Сегодня же глубина реки не превышает 60-70 сантиметров. Зато, как и в старину, здесь можно рыбачить. Чтобы в долине было приятно прогуляться в любую погоду, через весь парк протянута разветвленная сеть деревянных и грунтовых экологических дорожек. Территорию парка можно условно поделить на четыре части. В южном конце расположена березовая роща. В этой части парка находится искусственный горнолыжный склон, который так любят местные лыжники и сноубордисты. Следующий участок парка – это луг, переходящий в смешанный лес. Территория примечательна тем, что на склоне заказника бьют родники. Для тех любителей природы, кто предпочитает более цивилизованный отдых, подходит долина Машкинского ручья. Здесь организованы специальные места для шашлыков с лавочками и мангалами, а для детей построена детская площадка. В этой части парка есть даже открытая эстрада для проведения районных мероприятий. Освещение территории происходит за счет природной энергии. Здесь расположена площадка с ветроэнергетической установкой, а также с солнечными батареями, преобразующими солнечно-ветряную энергию природы в электричество. Ну что ж, отличная прогулка сегодня получилась. У меня аж ноги гудят. Куркино – прекрасный зеленый район Москвы. Здесь есть где погулять и даже что продегустировать. Приезжайте сюда на целый день, вам обязательно понравится. Друзья, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и делитесь своими впечатлениями в комментариях. Увидимся!